Привет, дорогие друзья! Давненько мы с вами не виделись, не общались. Пора восстановить нарушенный баланс. Пора восстановить нарушенный баланс. Как ваши дела? Да, доброе утро! Могу ли я искать Red to my notes? Я уже давно их не играл. Когда-то я их учил и отрабатывал. Но уже давно их не играю. Что-то в духе такого, но я не помню. Честно говоря, давно их не играл. Довольно сложная вещь. Но отрабатываешь, в принципе, нормально. Вот. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аймен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, простите, почему Ox продал? Он не продал, он здесь у меня. Я передумал, кстати. Все-таки он интересный, особенный. И один раз продашь, потом уже будет тяжело купить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, друзья, у вас сегодня так много. Действительно, мы, мне кажется, соскучились по друг другу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, приветствую Сергея. И, возможно, уже интересовались, какие струны вы используете. Да, на каждом стриме интересуется по поводу струн. Я использую струну Додаре, он 9.42. На всех гитарах. И на Лос-Фолле тоже. И на ЕС. Ке. Пу-пу-пум-пу-пум. Сергей, а нет ли планов снимать ролики о работе в студии над материалом, как нынче модно? Нет, планов нет таких. Вот это довольно сложно делать по одной простой причине, потому что, ну, во всяком случае, моя работа в студии, она представляет собой, ну, как и я думаю, любая работа у любого нормального человека. Довольно рутинный процесс. И снимать это, чтобы это было интересно смотреть, нужно отдельно. То есть нужно отдельно этим заниматься, чтобы это не выглядело просто, как часами человек сидит, что-то делает, пробует, потом думает, лежит на кровати или идет по улице, а потом еще что-то записывает или еще что-то, вот. Так что делать это именно как постановочное видео, не то чтобы плохо, просто у меня нет на это времени и желания, если честно говоря. Поэтому я как-то склоняюсь больше к тому, чтобы делать просто побольше музыки в этот момент. Не то, что я такой Д'Артаньян и хочу, типа, я делаю музыку и все. Нет, мне просто чем-то интересно заниматься, а чем-то неинтересно. И вот, в общем, каждый раз, когда я пытался стать, ну, таким, типа, блогером, да, гитарным, то есть какие-то влоги снимать, еще что-то, еще что-то, осознавая в итоге, сколько на это я трачу времени, я уже думал, черт убери, да я успел бы полпесни написать за это время. Кстати, я написал новую песню, помимо той, которая еще была написана. Вот. Новый трек. Так что, да. Пока пишется, надо писать. Очень любопытно, как вы отреагируете на этот трек. Он совсем не похож на то, что я делал раньше. Стилистически. Музыкально похож. Гармония та же самая. Гармония у меня везде одна и та же, вы знаете, но вот именно стилистически он оформлен. Иначе, этот самотесам сэнксм, кто-синь. Так, что там дальше? play something sick? I don't know, man, what about you mean? What is sick? Sick. Так, Сергей, куда в цепи эффектов, в цепи эффекты подключаешь? Заморачиваешься ли подключением через SPDIF ради меньшего количества конвертаций? Везде по-разному. Вот, допустим, здесь, в моих домашних условиях, скажем так, в студийных, грубо говоря, все эффекты подключены через send-return звуковой карты, условно говоря, и все подключены через аналог, вот. А на репетициях, условно говоря, в живой ситуации, когда это все не без реампинга, без этих петель, да, я подключаю все таким образом, что эффекты идут через петли усилителя, да, сэнда, вот, а потом после эффектов идет дополнительный мощник и раскидывается по двум стереокабам. Давненько я не вел эфира еще, разговариваюсь, разговариваюсь. Please play little tubes, little tubes. Да, но нужно немножечко добавить, для little tubes нужен один ингредиент, как и почти для всех моих риффов, вот, это вот. Это штуковина. Да, вот это вот, вот эта вот штуковина необходима для того, чтобы все звучало как следует. Кстати, я недавно еще нарулил PCM-80, я решил на базе поставить PCM-80, потому что он мне больше нравится по звуку, вот. А дома я как-нибудь без него обойдусь. Вот, нарулил его, там, скажем так, подобие micro-pitch shift, хотя там нету micro-pitch, там есть хорус и дилей в одном пресете. Вот, сейчас посмотрим, что получилось, я, кстати, давно пустовок нарулил, недельки две, наверное. Да. Это PCM-80, это вот этот прибор. Здесь как бы и модуляция, и дилей. Как же там было, кто-нибудь помнит? Давно не играл. Окей, а где 335-й? Борис, к сожалению, одновременно я могу играть только на одной гитаре. А какую гитару я возьму с утра в руки, это даже для меня всегда загадка. Так, 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 ребятушки, вы здесь не написали. Что с реактором? Нет, я его продал. Так, вот пик для использования. Я использую этот пик. Это отличный пик. Специально для хорошего шви-шви-шви-соунда, как Пол Гилберт. Спасибо за литл тюбс. Да не за что. Тебе спасибо за твое внимание. Разница дотюна и хоруса. В чем разница? Хорус, грубо говоря, это волна. И высота тона, условно говоря, высота тона меняется. То есть она колеблется. Не статичная. А у дотюна статичная. Просто по бокам. 9 центов в одну сторону, 9 центов в другую. И один еще чуть дилем отодвинуть. Получается как бы статичный. Звук. Как будто бы дополнительно играет еще один инструмент. Ну вот, условно. Ну, естественно, волна есть из-за того, что это не строит. Но она как бы... Те два голоса, они как бы остаются на месте. А в форусе... У меня сейчас его, наверное, не получится выключить. Точнее, включить, относительно, делая... Он плавает. Вот в этом разница. Ну, и лексиконовский звук тоже прикольный. Что думаешь о грифах Стронберг? Да я, честно говоря, ничего о них не думаю. Это не фрактал. Нет, ребятушки, фрактал у меня нету. Сыграй, плиз, флажолеты из трекера. Флажолеты из трекера это... Какой М ты имеешь в виду? Какую часть конкретно? Вот эту рифовую. В чем Окс планировал заменить? Ты знаешь, вообще ничем, потому что я последний трек писал с микрофонов, мне так понравилось, и я подумал, ну, буду писать, значит, с микрофонов. А потом подумал, а что если, так сказать, место, где мы сейчас репетируем, будет вне доступа, да и вообще, говорю, Окс можно продать быстро, а купить его потом уже нелегко. Вот. Хотя, да, но он в последнее время простаивает, конечно. Сыграй, плиз, флажолеты из трекера. Наверное, я уже сыграл, да? Влад, привет. Наверное, такие звуки страшные, когда хватает, шпрай, да, точно. Звуки H3000 просто в соло. Вот, и все. Horizon Runner, да, ну, частично, конечно, могу. Опоздал. Да, я думаю, ненамного. И, шпрай, пузыfectek. Когда выйдет новый сингл? Да вот, хороший вопрос, но мы пока еще об этом не разговаривали с ребятами Может быть, в феврале В конце, определенно в конце феврале, может быть, в начале марта Как раз чисто Ну, вообще, надо использовать указательный палец в качестве демпфера с этой стороны А ребра ладони в качестве демпфера с этой стороны То есть, указательный палец у меня все время практически ровно стоит И глушит все струны под собой Все, что надо указательным пальцем, глушит ребра ладони Ну и, в принципе, все глушит Планирую ли я переиздать Sense of Reality? Нет, пожалуй, нет Я думал об этом, на самом деле И говорил об этом тоже на стримах с вами Но, на самом деле, нет Потому что пусть оно все остается, как было Об этом, я думаю, больше здравого смысла, чем переделывать все это Лучше новых песен понаписать Новых треков, ну, неважно, как я их называю Условно вы понимаете Да, вот I've been almost, looks like I'm almost Wait Yes, maybe Как мне плагин NERAL DSP пробовал? Да, я пробовал И, кстати, очень много про это говорил И, в целом, я думаю, те, кто смотрит мои эфиры Знают, что мне они не нравятся Но, я думаю, что для определенного стиля Вот И стиля игры И стиля в музыке Это вещи нормальные, хорошие Просто лично мне они не подходят Вот Так что Но я, честно говорю, как бы Я не люблю, когда начинают так вот юлить В плане того, что, типа, вы знаете Ну, как бы, мне нет Мне не подходит Но я не говорю, что они плохие Просто для другого стиля музыки Для другого стиля исполнения, я думаю Все окей Вот Не подскажите способ повысить сатурацию звука без увеличения гейна Если это, конечно, возможно, в принципе Ты знаешь, вот сатурация – дело такое То есть Многие хорошие звуки, которые кажутся Овер-сатурейтед Да, такие вот А-ля Ван Халлен, допустим Первые альбомы его Когда просто звук напоминает Я не знаю Боинг, который взлетает куда-то Или, не знаю, взрывы какие-то Да, ну, то есть Просто взрывоопасный такой характер Он таким является на самом деле Вот И он записан Просто Максимально Максимально точно, как он есть Вот То есть Если звук изначально спокойный Такой, да Мягкий И так далее И тому подобное То он Его потом как ни разгоняй Все равно он будет Немножечко не таким Вот Можно давать, конечно Плагинами Какую-то сатурацию Консолей И т.д. и т.п. Вот Дисторшн поверх Дисторшна Это тоже вариант Но На мой взгляд Чем проще подход Чем лучше То есть Если он изначально Как бы вот Такой На самом деле Да И Вы нашли Положение микрофона У динамика Которая максимально Этот характер передает И Допустим Еще Пару Или один Не важно Румов Повесили Которые тоже Этот характер Передают То У вас больше шансов Получить этот Звук На записи Как я отдохнул Чем занимался В празднике Привет Мария Особо Ничем Мы потусили С ребятами С моими друзьями Вот Немножечко в гостях То там То тут И Через неделю Я уже работал Не все Студенты вышли Но это нормально Как бы Я вообще заметил Как люди борются За право отдохнуть До 10 числа Что в принципе Тоже нормально Вот Но у меня как-то все Очень Очень быстро Прошли эти праздники Я даже не заметил Потому что Вся моя жизнь Праздник Хей Серж Плис Плей Сум Джон Петручи Став Воу Плей Мууу Муу Му inject Как же там было-то? Я не помню, извините. Кстати, вы никогда не задумывались, на что похоже это тема? На группу «Мираж». «Нас учили столько лет...» Именно на соло, которое там чувак играет. Да, те, кто не в теме, конечно, не поймут, о чем речь. Даешь перезапись «Хаммер в Джессе». Да пусть все будет как уже записано. Пусть останется в истории и все. Лучше что-нибудь другое сочинить. Как говорил Ленин. Шучу. Значит, ну... Очень простой трик. Как стакката. Для практики. И эти два паттера. Иodan. Идем. 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 Все разные упражнения. it's simple tricks from classical music school все теперь узнает секрет давай новый трек на англ рубани на каком англ каком еще англ как решила просто шумоизоляции в комнате никак у меня нет никакой шумоизоляции это просто декоративный так сказать не самый лучший вариант но зато очень бюджетный по ощущению динамики практически нет ни разу и спину каждый сам как бы каждый сам находит дорогу в общем у каждого свои цели кому-то особо динамика может быть и не нужна но какая динамика зачем она там как ты я как я изучаю английский ты никак как ты видишь особо не изучаю и мои успехи равны примерно нулю до планируешь ли перезаписать сэнсуф реалити сегодня кстати уже третий вопрос по поводу сэнсуф реалити нет 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 оставим все как есть какой калибр струн можно поставить для натяжения 26.5 строй дробь вот надо попробовать разные надо попробовать разные я бы начал с десяточки 10 46 и посмотрите своих ощущениях ох ребят как я далеко-то отстал от ваших вопросиков великолепных а не тот уже и все спасибо большое кстати вам за то что вы дарите мне свое внимание и задаете вопросы в общем то для этого я сюда и ухожу чтобы с вами пообщаться так ребятушки спасибо большое за хорошую музыку тебе спасибо за внимание подскажи пожалуйста гуся гусиный гусячий этюд гусячий из твоего инстаграма это твое сочинение да это мое сочинение и название тоже мое гусячий гусячий тут да гусячий да гусячий да у вас есть такой с детства когда еще учился в музыкальной школе я так называл нарочито строгую классическую музыку ну то есть такой максимально вот в таком вот ключе чоупорную такую строгую вот поэтому я называл так гусячий ну типа как гусь такие это с детства пошло и как-то я все время уже привык их назвать и этот этюд как раз в таком стиле получился Мария я честно говоря together не помню это такой импровизационного формата трек по сути основы которого лежало лежали два аккорда шестая первая ну как обычно у меня я на него играл какие-то соло как когда-то эти соло мне нужно было снять потом в какой-то момент я понял что я уже просто играю поверх этого соло какое-то абстрактное типа импровизации кстати не только я я заметил на ютюбе некоторые товарищи правда без запоминания того что это чей-то трек играет под него соло ну ладно бэкинг трек так бэкинг трек подумал я вот лучше надо было сочинять расскажи просто про игру пунктиром я об этом кстати рассказывал на своих мастер-классах еще очень давно еще давно вот и вообще много всего рассказывал наверное того что даже сейчас чем я сам наверно буду не согласен но вы их можете найти на ютюбе старые старые мастер-классы очень старые там я про это все рассказываю подробненько бывало ли у меня такое что первая сторона разматывалась на конце в нескольких комплектах подряд может быть такое что это бракован может быть да у меня тоже было такое бывает первая сторона что-то спал ну тянется и тянется тянется и тянется я уже просто беру ее рукой так тынь и она там вся разматывается ну печаль беда как развить скорость играть быстро ну вот сегодня мы об этом как раз и говорили пунктирами я занимался ну и в целом скорректировать определенные нюансы постановки чтобы это все было не зажато легко свободно чтобы инструмент на котором вы играете не переносил вам дискомфорта забыл подписать для семи струна какой калибр лучше всего для натяжения будет для седьмой струны я думаю что ну у меня седьмая струна в стандартном стратовском при стратовской мензуре да на ибанезе это пятьдесят шесть ну и как бы меня устраивает целиком полностью и я поставил бы так же сейчас секунду так нос чешется когда начинаю говорить с вами каждый раз замечаю насколько сильно чешется нос найти надо взять триммер и побрить волосы внутри носа вот прям наверно сейчас после стрима выпью кофе и пойду брить волосы в носу так что скажешь про гитару ария про 2 lp 80 я честно говоря не пробовал а если пробовал то наверно не обратил внимание а дримфиатр это не твое что 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 какие-то ударение не твое не понимаю о чем речь какую цепочку выбрать для игры в домашних условиях да любую наверно которая вам будет по карману и подходить к вашим условиям как вам гитарист Дэммигдарел и узло группа пантера мне очень нравится группа пантера по университет по карману по карману по карману это очень быстро, не играйте так, играйте так И так же, вы можете узнать это. Это очень просто. Если вы играете быстро, это очень просто. Попадались усилители софтек, да. И, кстати, неплохие, как мне кажется. По клавиатуре как будто от табунул шевер и бежал. Так. Всем добра и тебе добра, чувак. Что человек написал, я не могу понять. Да, гармония и скайон-рок, всё правильно? Да. Всё правильно, да. Интересуюсь ли я кино? Всё-таки, наверное, нет. Нет, не могу сказать, что я интересуюсь кино. Но как-то так и получается, что любимые фильмы у меня это гайдайские фильмы. И из Голливуда, ну, Тарантино, наверное. Но я не интересуюсь кино, я не копал глубоко в эту тему, поэтому... Такие трезвучия в этом арпеджио. Соль мажор, ре мажор, ми минор, си минор, квартоквинтовый. До мажор, соль мажор, до мажор, ре мажор. А потом в конце, кстати, до мажор, ля мажор, ре, си мажор. Такая вот модуляция небольшая, отклонение. Вот. Вот. Субтитры делал DimaTorzok 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 Привет, Сергей! Действительно есть разница в звуке между разными примочками одного типа? Конечно, разница, наверное, есть Смотря что ты имеешь в виду Типа Tube Screamer at Ibanez Или Tube Screamer at... Не знаю... GHS? Или что? Подскажи, пожалуйста, какой басовый плагин используется для восьмиструнных треков? Changes альбом, да, такой самый, восьмиструнный у меня там Я использовал плагин Trillion И там сколько угодно вниз Диапазон на сколько угодно вообще Хоть на октаву ниже восьмиструнной гитары Потому что после какой-то ноты уже идет, мне кажется, copy-paste сэмпла и какое-то моделирование Что я думаю об Антоне Апарине? Антон Апарин феноменальный гитарист Это, кстати, тоже, как и... Вот я только что вырезался про Пашу Павов, когда я первый раз слышал Антона Апарина вживую Вот, это был такой очень любопытный случай, не знаю, помнит он или нет Но, в общем, доводилось нам пересекаться Мы с ним, правда, тогда не общались, но я послушал и офигел просто Вот ощущение, как будто бы что-то из потустороннего звучит на тебя просто Какой мой любимый скример? Да как-то я пока не определился У меня было долгое время с Эймор Дункан И мне он в итоге разонравился Вот Потом я вообще перестал пользоваться грелками Мне как-то почему-то не удается достичь Нужного звучания Звук очень сильно меняется Вот Привет, чувак, спасибо тебе большое за упоминание Вот Реально, спасибо большое Очень приятно Так Сейчас эфиры не сохраняются Я не сохраняю эфиры Не знаю почему Вот Ну или сохраняю, потом удаляю со временем Вот в этом есть какое-то Не знаю, что-то от живого общения Вы же не записываете на камеру, как общаетесь с друзьями Потом не пересматриваете Играл я на трансляции Зигзаг Да, вот как раз, когда он вышел где-то на нескольких трансляциях После этого я играл Вот Компрессора нету А микропитшифт Это не микропитшифт А, нет, это микропитшифт Я думал, что я играю через Через Господи Через PCM80 Да, это У него, кстати, есть Вот Но все-таки он меняет характер Если честно Меняет На мой взгляд он какой-то Приобретает пустоватый характер Но все это настолько Как вам сказать Ну сегодня так, завтра так Условности, короче Вот сегодня с моими усилителями С моими настройками С моими гитарами С тем материалом Самое главное, которое я играю Возможно Это не работает В следующий раз сработает Недавно поставил 10.52 в строй дроп до На гипсоне с гитарикой фанул Основательно Скорее всего ты пробовал Как тебе нет Я, кстати, так Не Я Такой строй Не делал на гипсоне Максимум У меня это дроп ре Больше Точнее ниже я не хочу Может быть это можно Было бы использовать Но опять же Если представить, что Ситуация какая-то С концертом То нужно дополнительную гитару И это вот все Зачем? Одну гитару взял Дропнул шестую Если нужно пониже Или обратно Для меня сильно заметно Родится в звуке Когда ты меняешь Ламповый усилитель Смотря какую лампочку Есть Главная лампочка Условно говоря Которая влияет на количество гейна На его характер Есть Менее важные Но да Если я так вот Без Каких-либо Уточнений То конечно очень сильно меняется Допустим В маршале Который у меня замоден Я менял лампы На разные И звук Очень сильно менялся От такого фузового Тягучего До более Раскрытого Очень сильно меняет Как я осваивал импровизацию На гитаре? Да никак Чувак Я не импровизатор Все что я играю Это просто осколки каких-то фраз Которые я когда-то у кого-то выучил И потом На основе их сочинил свои Вот Частично это часть моих Каких-то собственных соло Да? Специально я По большому счету Для этого ничего не делал И Мне больше нравится сочинять И играть уже сочиненный материал В каком направлении Двигаться дальше планирую? Ну наверное А это все речь про импровизацию Да? Да чувак я не знаю Честно По импровизации это надо Идти к тем кто постоянно Ну этим занимается Это я думаю Больше Джазовый уклон Нужно смотреть Джаз это импровизационная музыка Все-таки там Очень много это Разве Horizon Девайс Не ультимативный скример нового поколения? Я не знаю Я не пробовал Да мне и не нужен Зачем? Вот допустим на последнем Зигзаге Я использовал В качестве Так сказать Грелки Red Педальку Самую обычную То есть не вот С тем самым чипом Да Обыкновенную Современную Мне очень понравилось Вот Как относишься к творчеству Виа Багрова Фантомаса У них хорошая песня Сон купца А вот остальные как-то мне пока не очень Не раз слушал может быть еще Но опять же Опять же этот Сон купца это же не их песня А кавер Когда я снимаю что-то из треков На слух Легко идет Я не абсолютник Нет и На слух если снимаю Если что-то сложное То я замедляю просто И все Свои допустим некоторые соло Вспоминаю Снимаю Рассказ про Ибанази Который я купил Нужно сначала поменять номер лады наверное Там что-то он совсем весь звенел Что за музыка звучит на фоне Это моя супруга играет Кавер на Бога Да именно так Вот Вот ГОЛОС ГОЛОС Э ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, сейчас микро-пит-шифт даст с авентайдером. Можно сравнить его с лексикончиком, но, правда, на лексикончике будет дилей. Не, не что-то круто не звучит, как и вентайд в этом смысле. К сожалению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, вживую это отлично звучит. Только нужно два кабинета, как минимум. А лучше три. Просто если использовать весь этот стаф олдовый, то если использовать его по уму, то необходим еще раковый микшер. Вот, потому что он довольно сильно окрашивает звук. И если у вас просто стерео, два кабинета, то по-любому нужен будет микшер. Ну, или вы будете супер-винтажно звучать. Вот. С техникой логификой, то с главной... Рефак, ну, конечно, кто его не знает. Это такие вещи, которые... Как классика. Да, их надо поиграть обязательно, если хочется учиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, многие говорят, что стилит похож на Technical Difficultous, но он, на самом деле, играет совсем иначе. То есть, если в Technical Difficultous... То есть, стилит играется на одной ноте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два кабинета. Зачем я обломал? Ну да, как еще? Как получить эффект стерео без двух кабинетов? Можно, конечно, в пределах одного кабинета это сделать, да? Но это будет слишком близко. Тогда стерео не будет как такового. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Достаточно большая. Вот. Ну, то есть, ее как бы в контексте можно и не отличить, конечно, но когда играешь, большая разница. И более того, к сожалению, так круто, как MicroPitch Shift звучит в И-4000, он больше не звучит практически нигде. Ну, то есть, грубо говоря, если захочется купить там, типа, Eclipse и заменить им H3000 Это будет звучать, да, ну, неплохо, но не топово Не так круто, как H3000 Вот, и H9, соответственно, тоже даже близко нет Вот эти примочки, Eventide, все это звучит нормально, но не так, блин, мозговыносящий, как Eventide Вот, ребятушки, ну что, отлично, да, я думаю, мы восстановим нарушенные балансы И будем встречаться с вами почаще, так что спасибо всем большое за внимание Рад был всех видеть и отвечать на ваши вопросы, играть для вас Все, будем на связи, всем пока